Y равно X в степени X. Что будем делать? Будем получать максимальный результат на ЕГЭ сразу по двум предметам. У белгородской школьницы Насти Шуликовской в сумме уже 200 баллов по русскому языку и профильной математике. Математика мне нравилась еще с начальной школы, потом я участвовала в олимпиадах, поняла, что хочу подробнее изучать этот предмет. Это точные науки, мне нравится решать задачи, находить пути решения, которые не сразу можно найти, а нужно покопаться, разобраться в задаче. К экзаменам девушка готовилась с учителями, но этого ей было мало. И Настя активно брала дополнительные занятия и сама искала необходимые материалы. Ее пример доказывает, если видишь цель и не видишь препятствий, то успех придет обязательно. Когда она вышла из аудитории, когда был экзамен, я в принципе уже понял, что результат достигнут, осталось только дождаться его. Потому что то, что я видел, как она окреленная вышла из аудитории, это уже означало, что результат есть, нужно просто его увидеть. Несмотря на любовь к точным наукам, девушка с легкостью справилась и с экзаменом по русскому языку. Настя уже с младших классов выделялась среди сверстников своей тягой к учебе. Она пришла ко мне уже в 10 классе, но я ее знаю еще с 5 класса, потому что такой ребенок незаметным быть не может. С 5 класса она показывала стабильно высокий результат. И эти 100 баллов, которые она получила, были абсолютно ожидаемы. Что тебе помогло сдать два предмета на 100 баллов каждый? Я не сдавалась, занималась каждый день понемножку. Ну и находила время на отдых. Отдых – это тоже важно. Как ты отдыхала? Я и сидела в телефоне, и гуляла с собакой, и смотрела сериалы, фильмы. Это помогает отвлечься от учебы. Родители Насти все это время старались просто быть рядом, чтобы девушка чувствовала поддержку, любовь и не переживала. Суплывала, да? Да. Честно говоря, сразу даже не поверили. Несколько раз загружали результаты. Но потом, когда пришло сознание, конечно, и радость, и гордость. Надеюсь, что этот результат поможет Насте в осуществлении ее мечты. Девушка хочет поступить в один из московских научно-исследовательских университетов. Уже выбрала несколько направлений. И все они, конечно же, связаны с точными науками. Ну а сейчас можно отдохнуть и поиграть с собакой.